МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...по уголовному делу проходит 40 фигурантов. Пятеро дали признательные показания. Двум из них машинисту Артему Егорову и жителю Ржева Ивану Митькову 4 декабря в Московском районном суде города Твери вынесен приговор. Московским районным судом города Твери рассматриваются уголовные дела в отношении членов организованного преступного сообщества, специализировавшегося на совещаниях товаров, перевозившихся железнодорожным транспортом на территории Ржевского и Зубцовского районов Тверской области. Подсудимый Егоров, 1978 года рождения, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. 7 преступлений, предусмотренных пунктами А, Б, части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, и одно преступление, предусмотренное муктом А, части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, общий ущерб по которым превысил 39 миллионов рублей. Съемки процесса над Иваном Митьковым прессе не разрешили. Вменяются участие в преступном сообществе и 158-я кража. Ну, подробности, соответственно, там, нюансов пока сказать не могу по просьбе моего подзащитного. Я попросил, чтобы заседание проходило по его просьбе в закрытом режиме, и это в целях его безопасности. Поэтому, соответственно, просил, что передать сам, он, в общем-то, не изъявил желание дать какие-то комментарии, собственно говоря, по его просьбе, а также дополнительно вам ничего сообщить не могу. Подсудимый Митьков, 1983 года рождения, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации и 9 преступлений, предусмотренных пунктами А, Б, части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, общий ущерб по которым превысил 52 миллиона рублей. В состав преступного сообщества входило более 40 человек. Егоров и Митьков заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовные дела в отношении их рассматриваются отдельно в особом порядке по представлениям прокурора. Оба судебных заседания проходили в закрытом режиме. И вот вердикт суда. Подсудимый Егоров признан виновным, и ему назначено наказание 3 года 8 месяцев в колонии общего режима. Приговором суда Митькову назначено 4 года колонии общего режима. По данным следствия, в 2018 году, теперь уже осужденные, вместе с другими участниками преступного сообщества, внепланово останавливали товарные поезда, идущие через Ржев. Вскрывали контейнеры и похищали из них бытовую технику и другие товары. В последующем груз реализовывался через подконтрольные фирмы. В преступную группу входили работники Октябрьской железной дороги, в том числе руководители диспетчерского центра управления перевозками, локомотивная бригада и охрана поезда. В ходе кропотливой работы спецслужб и следователей перекрыты каналы сбыта похищенного, обнаружены склады с еще не проданным товаром. Деньги, полученные преступным путем, изъяты, а на активы членов ОПГ наложен арест. На вопрос, не слишком ли мягок приговор Егорову и Митькову, поясним. Оба сотрудничали со следствием. Поэтому рассмотрение дела в суде проходило в особом порядке и при назначении наказания была учтена помощь следствию. Расследование по основному уголовному делу продолжается. Приговоры остальным фигурантам будут вынесены в следующем году. У них еще есть возможность сократить себе срок. 6 декабря отмечается День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России. Управление по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по Тверской области было создано в июне 2016 года. Ключевые задачи службы – пресечение деятельности преступных групп и сообществ, перекрытие контрабандных каналов поступления наркотиков в страну, уничтожение инфраструктуры их нелегального производства, борьба с легализацией доходов, полученных от наркобизнеса. В нашей области борьбу с незаконным оборотом осуществляют 120 высокопрофессиональных наркополицейских. Несмотря на постоянно изменяющиеся условия работы и повышение так называемого профессионализма преступников, за 11 месяцев этого года на территории Тверской области выявлено свыше полутора тысяч преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Большинство относятся к категории тяжких и особо тяжких. 1 234 связаны со сбытом, производством и пересылкой наркотических средств и психотропных веществ. 11 с организацией и содержанием наркопритонов. 163 совершены в составе группы. С начала этого года из незаконного оборота изъято более 35 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. 118 килограммов наркосодержащих растений. К уголовной ответственности привлечены 306 человек, в том числе 19 иностранных граждан. Проведено свыше 600 профилактических мероприятий, которыми охвачено около 9 тысяч жителей региона. Продолжение следует...